Всем привет! Сегодня снова с вами Басон. Сегодня я хотел бы рассказать об игре Секрет Цитадель. Разработчик сделал игру не такую, как была раньше Секрет, так как Секрет это у нас РПГшка с видом от третьего лица, где вы качаете персонажа, там деваете кучу шмота на него разного с бонусами. Секрет Голд был, по-моему, хорошим подспорьем Диабло, то что там была огромная просто карта, на которой вы ходили на изучение, если вы хотели полностью следовать весь мир, там несколько недель, если не месяцев. Там было куча заданий, куча вещей, там заклинания, руны, там было всё. Здесь же разработчики сделали непонятно какую игру, игра, грубо говоря, поиграть один раз и дальше уже неинтересно, потому что персонажа здесь всего четыре, это воин, лучник, шаманы и тот же Серафим, маг. По сути дела, они ничем не отличаются. То, что вы играете, у вас персонажа есть два рукопашных оружия и одна как бы суперспособность или супероружие ваше. У лучника это лук, у воина это молот, у шаманки там жезл, у Серафима, как у мага, посоха какой-то. При этом вы, грубо говоря, большей частью рубитесь именно рукопашным оружием, где можно представить, что маг и тот же шаман используют рукопашное оружие вместо магии. Просто невероятно. То, что здесь играть, здесь не очень, конечно, интересно. Сюжет принципиально один и тот же банальный. Вы сидите где-то там в таверне какого-то города, на него нападают монстры, вы начинаете всех потрошить, доходите до их вожака, он вам вырубает, поечнулись и начали за ним охоту. А потом оказывается, что этот вожак, работная какого-то торговца, который ищет артефакты, чтобы собрать их и стать там супер-мега-злодеем и пойти всех валить, там, какую-то цитадель с Серафимами. При этом вы сначала побеждаете всех мелких, потом там появляется мини-босс во пути, боссы. И то, что вы потом все равно, как бы, за деньги находите второй артефакт, первый найдете, отдадите этому торговцу, а вы же, как искатель приключений, там, из золота, пойдете за вторым, вернете ему второй, и он станет злодеем. Потом же будете за ним гоняться и исправлять свои ошибки, как бы. Конечно, в игре у нас есть СТО-режим, но я пытался играть по сети, но ни одну игру не нашел, никто ко мне тоже не подключался. Достижения тоже есть, там есть и легкие достижения, и вообще какие-то замудренные, что убить босса, чтобы он нас не тронул, там, или еще что-то. По-моему, дело, здесь не особо интересно играть. Вот, локальную игру, я вот прошел 4 акта из 5, и то 4 из них считается уже, как бы, компанией выполненной, 5-й, это у меня дополнение, это там идет. Вот, я попробовал всеми, в принципе, отличий никаких я вообще не нашел. Лучника я прокачал, который на 34 уровень. Я вот выберу его. Сейчас давайте зайдем в акт 1. Это, как бы, здесь сюжетная линия, на золото прошел. Там даже есть пройти все миссии на золото, и получить урона в течение всей миссии. Вот, сюжет начинается. Да, я пропущу его. То, что здесь сюжет, конечно, банальный и простой. Ну, игра сделана не как раньше Secret, а вот от 2,5D, я так скажу. В Steam написано, что это экшен, но это та же самая RPG-шка, но вы можете перемещаться вперед-назад, вверх-вниз. То есть враги будут находиться по линии, то есть вы можете бить и не попадать, хотя даже враг рядом с вами. Ну, вот, что, на горы нападают. Управление здесь движением ВСДА, а стрелками выполняйте движение. Вот. Влево. Удары. Ну, то, что я же прокачиваю, я убиваюсь на ударах. То, что... Вот, суперспособность, это вот этот лук. Как бы не суперспособность, это вот один лук и стрел. Здесь используется стрелка вверх. Денег на первом этапе, конечно, мало дают, потом дальше будет накапливаться, потому что вообще просто их девать некуда будет. Вот атака. Несколько раз нажимаете, просто комбо. А, вот этот лук. Потом будут открываться по мере получения уровня героям различные способности, но эти способности сводятся к тому, что комбинация ударов просто меняется. Скажем, лук вот вы стреляете, да? Если вы несколько раз нажимаете быстро, он делает несколько выстрелов. А потом, когда зажимаете, получается так возможность прицела. Ее можно как зарядить полностью, так можно и частично. Но урон будет, конечно, меньше. Вот эти критовые выстрелы можно получать просто залпами. Они сразу вышибают врага на землю. Выбор меню у нас здесь, как видите, героя небольшой. Здесь статус, это по достижениям там есть. У нас здесь здоровье, экспириенс, уровень, атака, ловкость, защита, энергия. Это, между прочим, не значит, что у вас 26 атак, а это ваши характеристики. Крит, удар, тридц, как у лучника, потому что у меня прокачана ловкость на максимум. Урон с тихиями есть. Он также качается с помощью энергии. Деньги, кристаллы, которые можно временно использовать. Я так понимаю, вынимать даже из оружия можно. Вот, 4 минуты, секунды, атака там. Можно, по-моему, и так понимаю, вставлять их в оружие. Ничего я не делал в свою игру, в принципе, не так проходил. Вот видите, у нас с оружия есть мечи, топоры, булавы. Между прочим, у каждого своего оружия свои способности. То есть, там булавы могут оглушать, а вот некоторые уже имеют такие вот кристаллы, получается, составленные, что ли. Вот этот топор может, скажем, заморозить врага. Враг будет заморожен и двигаться, и будет получать урон ото льда. Там есть огненный, который мешает защиту ваших противников. Вот у меня уже урон по 100 с лишним. Тут получается 200. И вот такой вот лог выпал с последнего босса в пятой главе. После босса, кстати, выпадает большое количество лута, и лучше сразу не трогать кнопки никакие, потому что там, может быть, появится круг, который перемещает вас в меню обратно, что миссия выполнена. В него лучше не входить сразу, сначала лучше собрать весь лут и выбирать по большей части лучше себе. Защита здесь у нас идет основная показа защиты. И процент от урона и магического урона, то есть это эти магии, отравления. И то при этом они редко встречаются, но в большей части вас физически долбят, чем, скажем, поджигают там, какой-нибудь магией долбят. Потому что там друиды встречаются, и шаманы, они не особо часто, и их мало. Поэтому лучше брать с резистом на именно физические защиты. Потому что магическая, в принципе, она много не бьет, и можно уклоняться от нее. Как я говорил, что у луков тоже самое есть. Бонусы поджигания, там, скажем, тоже заморозка. Вот, можно менять снаружи, это меняется просто два в руках. Ну, очков у меня нету. Прокачать. Там выбирается из четырех шкал атака, ловкость, защита, энергия. Там идет, как бы, ловкость, это для лучников. То есть, прокачал ее сто процентов, увеличиваешь крит и урон из луков. Атака, там, не атака идет, а сила, что ли, точно не помню, сейчас меня не могу открыть. Это увеличивает урон рукопашными оружиями. Дальше энергия, там, по-моему, есть тоже энергия. Она увеличивает магический урон, защиту от магии, по-моему. Есть, как бы, тело, там, здоровье увеличивает и защиту. Но я не качал практически их, я качал ловкость. Потом начал качать сил атаки, потому что, когда здоровья уже не хватает, видишь, ты начинаешь качать именно здоровье. И, скажу одно, что у героя есть три способности. Это, видно, вот здесь, вверху у него три квадратика таких. Это, как бы, ячейки энергии, что ли, которые заполняются по мере его нанесения урона врагу. То есть, если вы заполните одну ячейку, у вас будет одна способность. Заполните вторую ячейку, будет вторая способность. Вот они разлетаются уже, как на мясо. То, что заполните первую ячейку, у вас будет атака, когда вот луком вы будете просто стоять на месте и сделать большой залп стрелы, но при этом вы будете неуязвимы, что способность причем хорошей, но она не особо такая мощная, в принципе, это атака. Вторая ячейка, если заполнив, вы включаете, то лучник ставит то ли бочку, то ли какую-то мини-ловушку, вот урель, который выбрасывает бомбы в площади вокруг себя и наносит урон всем врагам, причем существенный. А вот третья способность у лучника, у других я не знаю способности, я не качал даже, по-моему, только первую вкачал всего лишь, всем попробовал просто. Расскажу именно про лучника, то, что я им играл. У нас третья способность, это заряжать себя в полет, то есть лучник достает лук, встает на тетивую, запускает в себя воздух и разбрасывает вокруг себя кучи бомб, которые, взрываясь, наносят просто огромный урон. Скажу честно, это читерская способность, даже против боссов. Если вы собираетесь в мини-боссы, скажем, вы не можете его в рукопашку отдалить или расстрелять, вы просто заряжаете эти ячейки с помощью зелий, у нас здесь зелий есть, здоровье, увеличение урона и энергии, вот эти как раз ячейки. Вы заряжаете их все три, заходите, босс появляется, там даже с ним куча всяких шушер имел, которые мешаются, не дают даже встать, здесь могут зажать даже к стенке и дубасить, не давать вставать. От босса тоже нужно бегать, а тут просто заряжаете себя в воздух, делаете залп и босса нету, просто все заваривается. Здоровье выносят сразу, только редкие боссы здесь выживают с минимальным количеством здоровья после такого. Единственное, что последний босс пятого или четвертого акта, который превращается с демоном, торговец, вы не сможете убить этой способности, у него здоровье больше, он как-то более бронированный, но урона ему нанесете, конечно, тяжелый, но все равно им не убьете. Но других боссов валит спокойно, либо у них, кстати, очень мало здоровья, их просто застреливайте луком. Как видите, здесь выпадают деньги с мобов, плюс те же бутылки и те же шмотки с них выпадают. При этом вы можете закупаться шмотки более хорошие, там, скажем, в городах. В каждом акте есть свой город, чем больше акт, тем больше уровень всех шмоток, и они более новые. При этом все шмотки, которые находятся, вы можете менять у кузеница, там, в городе. Там же есть руны, продаются, там же бутылки все продаются, доспехи. Там обычно по три штуки, три доспеха, три оружия разных, просто ваш выбор сам смотреть, какие хотите. Ну вот, это мамаша, мы ее в последнем акте должны, по сути дела, убивать, но пока не дошли до нее. Так что, пока мы еще и не убили. Хотя мы один раз ее дубасили, но она убежала. Вот эти еда восстанавливает нам здоровье. Из ящиков мы можем добывать золото. Здесь же достается статус. То есть, когда вы проходите игру полностью, там, как бы, рейтинг ваш составляется. Вот. С лука просто вообще... Можно вообще стоять на месте и всех расстреливать. В начале игры, конечно, у вас так и не получится. Это когда уже прокачаетесь, тогда вот это все появится. Здесь, видите, перемещение идет в плоскостях. Денег, конечно, в начале будет не хватать. В принципе, будете выбирать одну большую броню и копить на нее. Потом уже будет без разницы, там уже получите самую лучшую, как ее выбирать будете. И они на них денег будут хватать, в принципе, вы будете их выбивать с боссов. Там, с боссов хорошее оружие, в принципе, падает. Вот, скажем, лук у меня был 200 с лишним урона. После последних боссов я выпал сразу на 300 с лишним. То есть урон вырос очень сильно. Вот у нас, наверное, прыжки тут всякие. Дальше даже я вот взял это оружие достаточно хорошие уже с боссов. Там, ввиду, последний акт прохожу. Там, в принципе, даже рядовые тоже тяжелые и жирные мобы попадаются. То есть их проблемно тоже валить уже. День, я говорю, уже про боссов. И на предыдущих локациях вы не сможете найти лучше себе доспехи и оружие, потому что там уже, как бы, они старые считаются. И более новых там, идут только в следующих локациях. Ну вот, в принципе, ракт бродин. Вот так, в принципе, урон задают. А я уже на золото сделал, в принципе. То, что не внеся плотерники их, ни урона не получив, можно получить золото. Как видите, акты. Вот они разные. Это акты. Каждый конце босс один большой. Вот город. Переходим в город. Сейчас загрузится. Деревня Рокшоу. Вот здесь мы никого, конечно, убить не можем. Ну, просто ходим. Вот здесь мы покупаем камни. Можем здесь же продавать их. Вот оружие. Видите, урон обычный. И плюс снизу элемент указан огонь. То есть этим луком можно поджигать с определенным шансом. Вот это 27 урона. Просто урона. А вот этот урон не указывается огненный. Вот меч. Может быть, любые. Может быть, даже стрелковые не несет. Полностью только будет, скажем, одно оружие. Вот здесь броня. В этой ситуации, что, скажем, может быть, броня лучше, но она магические урона больше выбирает себе, чем физические. Я, конечно, брал лучше физические. Вот сменение сооружения. Видите, здесь луки все, которые мы находили. Их можно переодевать спокойненько. Новые. Дальше рукопашное оружие. Видите, разное. Броня. Вот видите. Она саму свою защиту имеет меньше, но процент физической защиты больше. Но магической вообще я мало. Поэтому я ношу свою сейчас. Здесь магическая больше, а физическая все остальное меньше. Терезиста тоже магически много больше. Здесь вот можно сделать ставки. То есть, не умирая, ставите на уровень какой-то, скажем. Если вы проходите, вы получаете 100 монет. Ну, это как бы рулетка. Если вы не умерли в течение уровня, вы получаете 100. Вы можете поставить все 3. Счет у нас идет. А, на золото, по-моему, пройти и время. В общем, ставки делаете и пошли. Вот здесь вот зелье просто выкупаете. Вот. Куплю последний, третий. Вот это стоит 100 монет, 1500. В принципе, они и по дороге тоже попадаются. И можно не идти, начало, дальше конец. Вот видите, акты. Карта такая сделана. Первый акт, второй, третий, четвертый. И вот пятый, последний. В четвертом будет большой этот босс сложный. Герой один, говорю, вот волшебница. Она же посудил Серафим, маг. Шаманка, она же ведьма. Хотя, не знаю, почему назвали ведьма. И воин. Вот и сохраняются все эти. Ну, я думаю, в игру можно поиграть только раз. Потому что дальше уже, даже за достижение проходить с всеми четырьмя персонажами игру по второму, третьему, четвертому разу, это неинтересно. Там неинтересны, в принципе, миссии. Единственное, что только кооператив с кем-то повеселиться можно. И то, если найдете, конечно, кого-то. А так, в принципе, игра на один раз. Разработчики, конечно, этой игрой не особо порадовали серию Секрет. Секрет 2 уже, конечно, был лучше. Потому что он уже не сделан такой-то в манере 2.5D. И персонажи там как-то прокачиваются получше. Потому что здесь способности качать мы не можем. Мы качаем только характеристики. Когда мы уже прокачаем характеристики на максимуме, то даже что же нам остается дальше качать? Нам нечего. А в Секрет Гол, например, там можно было прокачать спокойненько дальше рунами свои навыки, там доспехи сделать, собрать комплект, что даже мобы рядом находящиеся просто умирали при приближении. Здесь такого уже нет. Здесь просто тупо доспехи, защита, оружие, урон. Ну, плюс небольшой стихийный урон. И все. И три способности. Слабенькая, средняя и мега, которые там выносится на своем пути. Смысла такой игру было делать, конечно, нет. Зачем они делали, не знаю. Но мне лично игра не особо понравилась. Я прошел, конечно, ее, но... Дело каждого. Вкуса и все остальное. На этом все. Я думаю, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо и удачи. До свидания.